К бывшему дачному поселку, а ныне массиву Жанат-Урлан, полностью подведены все газовые коммуникации. Трубы, по которым голубое топливо поступает к потребителям, установлены возле каждого дома. Есть счетчики. В середине декабря подрядная организация ТО Корпорации Евразийские новые технологии полностью завершила строительство газоснабжения микрорайона Жанат-Урлан. Долго ждали этот газ. Наконец-то мы дождались. В течение года где-то все это проводилось. На сегодняшний день уже идет подключение. Мы очень рады, довольны. Спасибо нашему городскому Акиму за удобство, за тепло, за уют в доме. Я думаю, на днях уже все это решится. И во всех домах будет тепло. И люди будут радоваться, благодарить наше государство. Выделены из бюджета средства, полностью освоены. Проведен газопровод с протяженностью 2,9 км. А с акционерным обществом КАС «Трансгаз Аймак» заключен договор на техническое обслуживание газопровода микрорайона Жанат-Урлан. В данный момент проводится подключение природного газа в дома, где имеются лицевые счета. Более 158 домов будут подключены к системе газоснабжения. Были установлены газораспределительные шкафы. В целом проектная стоимость составляет 47 миллионов тенге, 2,9 км. Подрядная организация Евразийская корпорация Евразийской новой технологии. На сегодняшний с КАС «Трансгаз Аймак» были подписаны документы по техническому обслуживанию. К тем абонентам, у которых открыты лицевые счета, на сегодняшний день подключаются к природному газу. Как скоро готовить на природном газе, отапливать дом без угля, смогут Жанат-Урлановцы, зависит только от них. Для подключения необходимо соблюсти все нормы и правила техники безопасности. Котлы для отопления должны быть современными, чтобы не допустить утечек и отравлений угарным газом. Ведется строительство двух объектов. Это в микровинах Улагат и микровинах Тасай. Общая стоимость этих двух объектов составляет более 480 миллионов тенге. Эти средства предусмотрены, выделены из бюджета. Один объект микровинах Улагат будет совершен в этом году, а второй объект микровинах Тасай будет переходящим в 2019 год. После завершения строительства этих объектов газоснабжение города достигнет рекордных 92%. В стадии разработки сейчас находятся проектно-сметные документации еще девяти объектов. Сегодняшняя потребность города в природном газе составляет более 250 тысяч кубометров в час. В связи с чем существует необходимость строительства автоматизированной газораспределительной станции. Ее возведение запланировано на 2019-2021 годы.